Брещанка Анастасия Шкурдаева Интервью с Анастасией в этом выпуске «Спортлайф» Уходит на взлете. Футбольный клуб «Динамо Брест» не продлил контракт к главному тренеру Марце Луличке На новый уровень еще один брестский клуб в высшем дивизионе белорусского футбола Рух благодаря победе над Бангилевским «Дняпро» пробился в высшую лигу Звезды белорусской акробатики зажигаются в Бресте За одну неделю сразу два крупных события в акробатике В областном центре прошел 23-й международный турнир в памяти заслуженного тренера СССР Владимира Коркина и чемпионат Белоруссии Мы только что вернулись в чемпионат Европы, где наши спортсмены завоевали 10 медалей Благодаря европейским играм сегодня о таком виде, как спортивная акробатика, заговорили С помощью тенниса в Бресте проводят реабилитацию детей с ДЦП Проект местной инвасекции получил гран-при республиканского конкурса социальных проектов Главная задача проекта – привлечь внимание к работе инвасекции и показать ее результаты Мне бы очень хотелось, чтобы наша работа, работа моего тренера послужила стимулом для других тренеров Многие боятся работать с такими людьми, с такими людьми Они очень эффективны, они невероятно старательны Они в силу, может быть, ограничений в физическом плане Они целиком и полностью отдаются тому делу, которым они занимаются Анастасия Шкурдай Очередное золото Анастасии Шкурдай Брещанка завоевала главную награду на 24-м чемпионате Европы по плаванию на короткой воде Который проходил в шотландском городе Глазго с 4 по 8 декабря и установила новый юниорский рекорд Новый юниорский рекорд Европы 56,21 секунды 16-летняя Анастасия Шкурдай побила свой же рекорд еще на 0,64 секунды И финишировала первой в финальном заплыве на дистанции 100 метров бутерфляем Серебро взяла пловчиха из Италии Которая проиграла Насте 0,16 секунды Бронзу представительница Греции С победой Анастасию поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко Результат был для меня ожидаемый примерно такой Но чтобы он дотянул до золотой медали для меня было неожиданностью Были очень сильные девушки и я не могу выделить кого-то одного Весь заплыв собрался очень сильный и на каждой дорожке был претендент на медаль Еще в полуфинале, где участвовало 16 пловчих Настя подавала надежды на хороший результат В финал вместе с ней попало еще семь спортсменок Я была очень рада больше даже тому, что у нее получилось преодолеть свой барьер 57 секунд Что она смогла проплыть в полуфинале 56 Поэтому в принципе в финале мы рассчитывали, что она улучшит свой результат Когда увидели, что она еще стала первой, была просто неописуемая радость Также Брещанка установила юношеский рекорд Европы на короткой воде в дистанции 50 метров батерфляем 25,28 секунды Сейчас Анастасия тщательно готовится к последнему старту в этом году Международной лиге плавания, которая пройдет в США Сегодня в копилке наград Анастасии более 100 медалей с соревнований различного масштаба Ближайшая задача максимум – положить туда Олимпийское золото Тукио Напряженный график БГК имени Мешкова Накануне три игры за пять дней и сейчас 32-й официальный поединок в сезоне Начался матч с металлопластикой преимуществом сербской команды Но Брещанам по-хозяйски удалось взять инициативу в свои руки И на радость болельщиков на родной площадке повернуть спортивную фортуну в свою сторону Если БГК одержит победу в этом матче, он сохранит вторую позицию в группе турнирной таблицы Сеха Лиги Итог первого тайма – 14-11 в пользу хозяев матча Во время игры надежный тыл игроков, болельщики БГК в перерыве рассуждают про ход встречи Сеха Лигу и делают свои прогнозы Я болею за нашу страну Приигрывали сейчас, взяли, собрались и начали выигрывать То, что мы победим, это однозначно А это не имеет большого значения Мы выйдем вперед обязательно Влилось много команд, которых до этого не было В этом плане стало интересно Может быть, я же хотелось бы более сильных команд видеть Если в следующем году мы сохраним такой боеспособный состав 1-8 Лиги чемпионов – это будет не предел Второй тайм с ровным преимуществом Брещан – 18-10 Он и поставил точку в спортивном споре БГК и металлопластики в девятом туре Таким образом, брестские гонболисты принимали поздравления от болельщиков под итоговым табло со счетом 32-21 Брестские голкиперы показали почти 50-процентную надежность С 19 атак – 9 спасенных мячей капитаном Иваном Пешичем 8 из 19 – вратарем Иваном Мацкевичем На 100% сработал харизматичный Никита Вайлупов – 6 атак и 6 забитых мячей Достойно показали себя Артем Кулак и Александр Шкуринский Традиционно блестящая игра Марка Панича – 5 голов из 6 атак И Максима Баранова – 4 забитых мяча из 6 попыток овладеть воротами противника Я не хвалю себя и не хвалю кого-то другого Просто вышли, отработали 30 минут, видно, что хотели, показали эмоции какие-то Отработали, плюс 11, все довольны Безусловно, наша команда расстроена результатом игры Дома нам удалось обыграть БГК Но сегодня это была другая игра Сложная игра с сильным противником На сегодняшний день рядки турнирной таблицы группы БС и Халиги распределились Следующим образом возглавляет венгерский Веспрем На второй позиции БГК имени Мешкова На третий – Загреб С последним соперником Брещан не встретится 16 декабря в Загребе Где окончательно выяснят положение в турнирной таблице Напоминаем, что первые два лидера обеих групп Сехолиги Получают билет в одну четвертую финала, который пройдет уже в следующем году Прибужье против коммунальника МГУ В Беларуси продолжается чемпионат страны по волейболу среди женских команд В домашней игре брещанки противостояли соперницам из Могилева На площадку брестская команда вышла уверенно Ведь на момент старта она лидер чемпионата В рамках второго круга – это первая и последняя игра на своей территории Помогут ли родные стены? На площадке сразу две именинницы из разных команд День рождения в игре отметила волейболистка Прибужье Ирина Марцута Но, к сожалению, брещанок – она единственная И принимала поздравления по итогам этой встречи Могилевские соперницы неожиданно, но весьма уверенно разгромили брестскую команду 3-0 И вроде бы Прибужье отлично боролась Но в каждой партии им чего-то не хватало Две первые закончились с одинаковым счетом – 22-25 В третьем отстаивание от могилевчанок выросло еще на одну очко – 21-25 Мы играли очень хорошо, то есть все девочки были молодцы И я очень довольна ими Это еще один подарок для меня Девчонки в команде знают, что не бывает такого, что я был полностью доволен игрой Естественно, как любой тренер, я в первую очередь вижу ошибки команды Но по настрою, по тому, как мы выдержали тактический рисунок, по концентрации сегодня было неплохо Поражение сместило Прибужье с первой строчки турнирной таблицы чемпионата на второе Могилевский коммунальник по-прежнему на третьей ступеньке, а лидер пока Моцарская жемчужина Полесья Вообще мы настраивались на победу Это домашний матч, как говорится, и стены помогают дома Но я считаю, что мы не справились с некоторыми элементами, которые отлично смог воплотить соперник Так почему не помогли родные стены? Для поиска ответа и работы над ошибками в рамках национального чемпионата у Брещанок пока есть время Продолжится он в январе, но уже завтра в Бресте Прибужье встретится с Гродненским коммунальником В одну четвертую финала Кубка Беларуси Поддержать наших и оценить их шанс на получение заветного трофея можно в 17 часов в спортклубе «Алина» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова